Железные банки, старая одежда и макулатура. В 21-м лице и всходне дети уже давно сортируют мусор. Для каждого вида вторсырья здесь своя емкость. Мне кажется, каждый должен ухаживать за планетой, в которой он сам живет. Чтобы наша планета становилась чище, чтобы мы не дышали всякими вредными газами, чтобы мы ходили по улице, гуляли, радовались с друзьями, смотрели, какая у нас чистая природа. Особой популярностью у школьников пользуется экопункт по приему пластика. Четыре года назад в стенах 21-го лицея поставили постамат по приему пластиковых бутылок. И автомат заполняется так быстро, что разгружать его приходится по несколько раз в день. Смотрите, какие мы с вами активные. Что написано здесь? Контейнер пластика заполнен. Представляете, какие мы с вами молодцы, как мы бережем нашу планету, наш город. О важности сбора раздельного мусора рассказывают школьникам не только учителя, но и муниципальные депутаты. Эта бутылка или крышка от бутылки или какой-то другой предмет, сделанный из пластика, то есть 300 лет он будет загрязнять окружающую среду. И, соответственно, только через 300 лет он уже перестанет быть вредным для нас. Сергей Малиновский и Руслан Шаипов еще раз рассказали детям о том, как важно любить природу и защищать окружающую среду. Работа таких мобильных экопунктов – это часть масштабного экологического проекта, который реализуется партией «Единая Россия». К слову, подобные постаматы расположены в разных микрорайонах округа. Работа больше просветительского характера. Мы объясняем и рассказываем детям, для чего необходимо сдавать пустую тару сюда, в эти экопункты. И говорим мы не только о возможности очищения окружающей среды, но и о том, что из этого пластика можно повторно сделать. То есть несколько переработок позволяют возможность сделать новые вещи. Кроме того, школьники, которые сдают пластик, могут заработать дополнительные бонусы и потратить их на сладости в магазине. Юлия Самошна, Сервер Бекман, Бетов, Вильфрид Димковский. Новости, Химки-ТВ.